Всем доброго времени! У нас сегодня на обзорчике, даже на прохождении, ребят, будет игра Boulder Dash. Уровни все, которые в ней есть, я написал, в общем-то, сам. Точнее говоря, я их перенес с одного проекта, который был в онлайн-варианте. И конкретно вот на версии от Алексея Милентьева, на оригинальной версии, именно Boulder Dash и ПК-чечного, такой игры не было. В общем, я где-то вот сутки эти уровни, ребят, каждый уровень я рисовал полностью по клеточке. Вы поняли, о чем я имею в виду. Так что, пожалуйста, оцените. Эту версию я потом выложу в общий доступ. И вы сможете скачать, или поиграть на реальной БК-чке сможете, или сможете поиграть на эмуляторе. То есть, без разницы. Все уровни я уже оттестировал. А теперь давайте попробуем пройти. Я эту версию назову Boulder Dash 4. Будет, ребят, эта игра называться Boulder Dash 4. Я вот так захотел ее назвать сам. Ну, потому что Boulder Dash 3 уже как бы есть. И именно Boulder Dash 4 нет. Что-то у меня опять с наушниками, где-то провод оборвался, потому что... Смотри, у меня головой, конечно, кручу. Видимо, где-то что-то отворилось опять. Да, кстати, конкретно в этой версии есть уровни сильно переработанные от оригиналки. Ну, так что их прям почти не узнать даже. И многие уровни здесь, ну, скажем так, даже больше половины, они оригинальные. Их просто не было. Их писали с нуля. Так, что здесь? Да, ребят, в принципе, это хорошо, что я... Я пытался на стриме поиграть в эту версию. Ну, я там где-то 4 ошибки допустил. Именно 4 ошибки допустил в редактировании. Ну, потому что, ребят, 20 часов писать уровни, сами понимаете. Крыша может поехать. Так, стычок вот тут такой-то. В принципе, если у меня когда-нибудь возникнет еще такое желание, ребят, ну, это зависит от ваших лайков, от вашей поддержки, конечно, канала, можно будет еще сделать как минимум одну версию Болдердаша, которую тоже в интернете вы не найдете. Именно в формате БК-0010, чтобы на реальной БК-шке запускалась или на Эмуле. Очень тяжело по клеточке писать уровни. Ну, вот, именно по спрайтам. Так, что я тут сделал правильно, что неправильно, сейчас глянем. Ну, давайте всех туда грохнем, караться. Пускай алмазики будут на рекорд. Правда, не знаю, какой тут у меня рекорд получится. Ну, какой-то получится. Так, это че-го. Что я тут правильно... Вроде как все правильно сделал. Вообще, изначально эти уровни, они были не под... Даже не под оригинальную версию написаны. Они изначально планировались под версию с треугольными алмазами. Вот так вот. И поэтому, чтобы какие-то ошибки справить, мне пришлось еще переигрывать 4 или 5 раз. Я уже точно не помню. Потому что уровень здесь, после 26-го... Нельзя переключить. После буковки Z, на версии именно от Алексея, не переделанной, именно оригинальной, там нельзя поменять буковки. Так, 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 что тут я... Дров не ломал, посмотрим. Это вроде как... Нормуль. Потому что, да, на стриме мы общались. Ребята, кстати, кто в курсе, были еще версии Болдердаша, ну, они скорее всего... Ну, так, они точно были не оригинальные, потому что я у Алексея спрашивал про Болдердаш, у которого отсутствовал режим редактирования. Это, знаете, видимо, это сделали для того, чтобы, если ты играл в компьютерном салоне, чтобы чьи-то кривые руки не залазили, не портили уровни. Ребят, были такие кадры, я в том числе, но я-то правильно уровни редактировал, они были годные, были проходимые. Многие лезли в редактор, делали уровни, отыграли игру, и следующий человек, который денежку заплатил, начинал играть Болдердаш, и уровни были с ошибками. Короче, это сильно бесило этих владельцев компьютерных салонов, что кто-то в редакторе там портил уровни. Ну, в общем-то, я так подозреваю, эта версия как раз-таки и была сделана с такой целью. А, собственно говоря, вот в чем вопрос заключается. И вот, я, ребят, не знаю, или меня глючит, но я точно помню, что в какой-то версии Болдердаша, например, ты уровень редактируешь какой-нибудь, и прямо во время редактора можно было нажать какую-то кнопку или комбинацию кнопок, и уровень, можно, скажем, было протестировать. То есть, например, уровень там 50, ну, вот уровень 50 ставишь, допустим, в редакторе, отредактировал, нажимаешь кнопочку, и игра начинается именно с этого уровня. Ребят, кто в курсе, что за комбинация, пожалуйста, напомните. Вот реально интересно. Я вот сто процентов помню, что был такой прикол, а просто, возможно, это опять в какой-то переделанной версии модифицированной. Но вот то, что вот, которую я сейчас играю, это именно оригинальное. кто-то помню еще на разных форумах писал, что якобы версия с треугольными алмазами она типа оригинальна. Наоборот, нет, ребят. В оригинальной версии алмазы вот такие синие и человечек красный. А в не оригинальных версиях тоже переделки. Там человечек зеленый и алмазы треугольные. Ну, соответственно, были и другие версии. Так, подождите, что тут? Так. Так, так, ну да. Уроде все правильно. Вот этот уровень, он вообще не похож ни на что. По-моему, я тут забыл один алмаз добавить. Да, в общем-то, не страшный. Ну, на 99% я все нарисовал правильно. Хотя не факт, что там алмаз был. Так, все получилось. Почему я именно на этой версии решил писать? Потому что, ребят, я знаю все баги здесь и все приколы. Именно версия от Алексея оригинальная. Здесь довольно плавный геймплей. Здесь не глючит клавиатура. Красивый пирожок был. Пирожок реально красивый был. Пирожок был. Перец. 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 Так, а что здесь нам надо страшного сделать так? Насколько я помню, вот это... Да, ребят, я уже сообразил вариант. Я уже сообразил вариант. Короче, бабочка умирает от трех клеток. Сейчас проверим. Да, видите, ребят, на трех клетках стабильно валится. Интересный прикол, почему-то я раньше его не просчитывал. Математически. На скольких летах эта бабочка может сдохнуть. Стабильно именно. Не хочу проверять больше, что-то лом. Так, здесь что надо сделать страшного-то. О! Ну, почти идеально получилось, почти. Да, видите, ребят, на трех клетках, короче, навалится стабильно. Все, я понял. Так, это хорошо. Это хорошо, что я заметил. Так, это что тут делать-то такого-то. Ммм, угу. Уровень с такой микроловушкой. Ну, в принципе, здесь, если не тупить. Вот так-то. Да, реально интересный уровень, ребят. Как-то вот, я даже спрашивал на форуме известном, какие версии у кого болдердаши, ребят, есть. Целый год прошел, ни одного ответа нету. То есть, если какие-то были версии самописные болдеры, ребят, они куда-то все уже пропали. Или люди пропалили, и кассеты эти уже не читаются. То есть, фактически, это все бесполезно искать. А вот, написать уровни с нуля, ну вот, никто, кроме меня, что-то не взялся. Ну, Алексей тоже там. Алексей, он пишет свою версию у него. Для Windows, кто не в курсе. Он называет ее ремейком. Так-с. Что я делаю не так? Угу. Не, пока все хорошо. Прикольно, да, забыть алмаз и пойти на мину. Так. Это что за покемон? А, смотрим. Ой, вот, вот, вот тут я, вот тут. Мой косяк. Тут мой косяк был. Эммм. Эммм. Что-то. Что-то. Я тут, ребят, что-то протупил. Да, моя ошибка. Ладно. Оно. Ну, уровни-то новые, поэтому... Тяжело так воспринимать их, пока что. Оно. Не получилось тут у меня. И тут не получилось. Да что ж такое-то. О, тут получилось. Замечательно. Оно. Ну. Это мина как-то меня смущает. Что-то она там быстро бегает. Скажем ее. Слушай, ну ее обманут-то. Ммм. Прям нереальная скорость какую-то. Блин, ну опять-таки что ж такое-то. Так. Эммм. С птичком очень быстрый. Что-то грамм. Опять как-то криво. Допустим. А, и да. И ту мину мы сейчас... Блин, сложновато уровень. Вот реально сложный уровень. Действительно. Тут уровень чисто на просчет. На математический. На правила игры рассчитан. Не, ну может какой-то у нее есть стабильный способ. Но я пока не пытался его. Не пытался его обнаружить. Сейчас надо той стенки пробить. И... И я опять затупил. Ладно. Не важно. Ну вот так получилось. Да, там можно какие-то варианты еще просчитывать. На каком пикселе эта бабочка сто процентов убивается. Но, ребят, это... У меня такой задачи сегодня нету. У меня задача показать игру. И сами лабиринты. И, в принципе, какой тут геймплей интересный. Так... Ну, даже получилось с первого раза. Это такой бонусный уровень, можно сказать. По приколу. Да, ребят, не все уровни должны быть какими-то там ловушками, головоломками. Есть просто уровни, которые по приколу. Такие тоже мне нравятся. Это что? Видите, как получается. Так, а здесь... А, здесь ничего сложного. Это я уже просто вспомнил. Ну да. Ловушка в ловушке опять. Если бы я сейчас пошел до конца, по-моему, у меня бы там эта мина прихлопнула. Так. Глядим. Какой красивый пирожок. Блин, тяжело такие уровни, конечно, рисовать. Но эти уровни уходит очень много времени. Вот, ребят, видите, истинная бк-шечная скорость. То есть, когда много объектов на экране, начинаются вот такие вот торможения. Кстати, этот уровень неплох, чтобы на нем набить какой-нибудь рекорд по очкам. Ну, я, ребят, не люблю рекорды по очкам набивать за счет сбора алмазов. Мне больше по жизням интереснее. И, насколько я помню, за каждую жизнь дают 52 алмаза в конце игры. Если я не ошибаюсь, конечно. Оттолинский, ну... Минус 52 алмаза. Заболтался. Ладно, не буду сейчас болтать. Особенно на тормозных уровнях это не самая лучшая идея. Ой, какой буртербродик еще. Почти все красиво. Ой, какие тормозища. Вот, в принципе, в том, ребята, и прикол. Вот в чем разница между всякими там ремейками, переделками на БКшке, ты адаптируйся именно под саму БКшку. А когда всякие переделки там уже идут, там фактически одинаковая скорость. То есть ты уже привыкнешь к этой скорости и не сможешь играть на реальной БКшке. Вот в чем прикол. Я тоже после версии от Алексея, это ремейкнутый, сначала под одну версию адаптируюсь, а потом под другую. И начинаешь, соответственно, делать ошибки. Чисто из-за разных скоростей, из-за разных таймингов получается. Так, еще один бутерброд. Ну, красиво, красиво, соглашусь. В конце, ребята, обязательно до конца досмотрите, там кое-что покажу вам. Интересно, мне вот реально интересно, ребят, скажите, а бывает в продаже отдельно кабели для наушников? То есть микрофон с наушниками просто отдельно, вот в виде нового. Ну, то есть вот два разъема пальчиковых и провод с микрофоном, ну, с микрофоном, кабелем и, соответственно, на два уха. Такие вообще вещи бывают в продаже? Мне вот интересно, я даже не гуглил по этому поводу. То есть как бы кабель-то отдельно купить, там, пускай он там будет сколько там, рублей 200, допустим, стоить. Там два метра. Ну, я не думаю, что он будет дороже стоить. Если дороже, тогда смысла нету. Тогда проще какие-нибудь дохлые наушники найти и оттуда снять его. Попробуем. Да, прикольно, вон, я сначала... Я сначала он нём затупливал. Ах, вы видите, опять затупил, да шо ж такое-то, там элементарно было пройти его, затупил вот конкретно, ладно тут Смотрим дальше Ну этот уровень я вот так его начал проходить, я уже понял как его проходить, быстро вот так, таким образом можно Ревиндэш Кстати, бабочка сейчас сама себя убьет, вот это Чтобы она сама себя убила, надо тут постараться будет Вот так будет сделать Ну тогда сейчас она сама себя грохнет Ну да Видите, ребят, циферка 2000, возможно просто эту версию писали в 2000 году, возможно Ну я точно не могу сказать, потому что я не знаю А может просто 2000 это какая-то красивая циферка, которая ничего не значит Эши Ну это зать Текс это, ой вот этот уровень как-то он не особо мне понравился, но не особо он мне что-то зашел. Хотя, ну ладно, тут более-менее еще неплохо прошел. Блин, скину, тебе же эту бабочку теперь хрен убью. Но тут есть один способ эту бабочку прихлопнуть. Да, да, есть способ, и тогда можно ее будет выпустить. Вот, ребят, не так-то легко, придется тогда ее выпустить и пойти с ней погулять немного. Ничего не получилось, у меня попытка номер два. Ну как-то вот так вот, прикиньте, получилось, да? Холодный просчет называется. Так, это че? А, я вспомнил здесь, по-моему, вот так. Тоже довольно интересный уровень. А че я мучаюсь-то? Уровень 30, поторопился, ребят, я поторопился, просто тупо поторопился. Ну, как-нибудь она там сейчас умрет. И так не хочет, и сяк не хочет. Опять-таки здесь какой-то был стабильный способ, но я че-то его как-то случайно у меня получилось. Та и хрен с ним, как говорится. Ну, нормуль. Самоубилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь надо очень быстро Здесь тоже я немножко затопливал, потому что здесь надо вот дождаться, пока эта бабочка пойдет влево. Да и только тогда вот уже так вот ее добить. Видите, вот ребят, тяжело адаптироваться, если ты не привык играть на BK, на Boulder Dash и на реальном. То есть видите, здесь скорость высокая, потому что меньше объектов просчитывается. Соответственно, играя в одну версию игры, ты к ней быстро привыкаешь и потом на другой начинаешь косячить уже. Так, что-то я тут сам косячу. А ну фиг с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Тут без разницы, где ее бить. Вообще жесткий способ. Блин, ладно, дурака свалял просто. Не надо это делать. Не надо было этого делать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот уровень я вот так понял, как проходить. Потому что если по-другому начнешь, тут что-то у меня не всегда получалось. Этот уровень, по-моему... Ну это да, в начале оригинальной... Короче, он до буквы Z там был. Похож, похож уровень. Не такой, но похож. Но это сложнее, кстати. Гораздо. Я просто уже несколько способов прохождения пытался. И вот этот способ, он более-менее у меня получался. Субтитры сделал DimaTorzok Ммм, понял. Ммм, понял. Можно камнем, можно в принципе и алмазом, но это как-то камнем мне поудобнее будет. Ой, а, да-да-да, здесь сразу же такая ловушка, ловушка с пирамиды. Ой, блин, умрёшь? Умер. Молодец. Э-э-э, как бы тут не завалить чеку. Балбес, а вот у нас балбес. Хе-хе-хе, да, было ж там легко, всё. Сам себя, короче, обманул, получается. Это чё за тормоза? Ну да, по-моему, вот так лучше. Лучше именно проходить вот так. Да, я сначала нижнюю сейчас разбивал, а потом вверх шёл через низ. Лучше наоборот делать. Ну, буду теперь знать. Так, это чего? А, это уровень с подвохом. И здесь с подвохом. Здесь надо одну клеточку прожидать. Угу. Кстати, ребята, этот уровень на самом деле сложный. Он кажется лёгким, но на самом деле он сложный. Сейчас покажу почему. Смотрите. Вот, вот это правильное разбивание. Если ты неправильно эту бабочку убьёшь, нижнюю, ну, фактически не получится уже пройти уровень. Там бегать от второго уже не получится. Вот в этом уровне чего-то не хватает, но... Такая задумка была просто. Ой, какая красивая пирамидка. Тоже было тяжело её рисовать. Ну, это не самое сложное. Ну, это тоже в режиме. Wy nonprofits приготовились. Такая сойдет. Продолжение следует... Прикольно, это так ускоряется. Кстати, вот уровня такого типа я еще не встречал ни в одной версии Болдердаша. Это полностью оригинальная задумка. И я даже знаю, ребята, откуда эту задумку собрали. На Atari, на оригинальной, было два уровня. Один бонусный был, который нельзя было пройти. А второй обязательный. Но на двух версиях Atari 8 бит. Номера у буковки уровней не помню, но они были. Точно в двух версиях, как минимум. Ну, собственно говоря, ребята, этого Болдердаша его бы не было, если бы не было Болдердаша для Atari. Ну, как-то так вот. Потому что все, все версии Болдердаша, они, ребят, пошли от версии Сатари. Были там похожие игры, но это уже не Болдердаши. Тот же самый Супаприкс, многие говорят, что это Болдердаш. Но там мало общего у него с Болдердашами. Именно с классическими. Ну, этот турень, кстати, легкий. Вот так проходится. И этот турень тоже легкий. И этот просто прикольный. Ребята, еще у меня такая. Такая идея интересная есть. Если кто-то, конечно, поддержит ее. Но Алексей точно поддержал. Есть такое странное желание. Взять оригинальную версию и полностью переделать все лабиринты. Точнее говоря, усложнить их. Причем усложнить по максимуму. Так, чтобы действительно было тяжело пройти. Ну, этим я, может, когда-нибудь займусь. Если будет стимул. О, тоже, кстати, вот этот турень мне реально понравился. Да, так я его, в общем-то, и проходил. В тестовом режиме. Блин. Че-то я дров наломал уже. Почти наломал. Тоже неохота геймплей растягивать на часы. Ну, я думаю, в час мы уложимся. Это прикольная пирамидка мне понравилась. Ну, да, потому что, ребята, надоело уже проходить одни и те же уровни. Как-то наскучило. И уже, тем более, когда уже игру прошел с одной жизни. Все до конца. Неинтересно уже в оригиналку играть. Интереснее играть во что-то новенькое. Вот, тут что-то у меня клава не сработала. Прикольный тоже бутербродик. Я на нем изначально сделал ошибку, и у меня не все убивались. Пришлось переделывать этот уровень. Ну, даже получилось, видите. Ребята, обязательно пишите комментарий про модификации. Что вам интересно будет, что вам интересно будет увидеть. Я тогда буду знать, что интересно зрителям. А, этот уровень тоже немножко с подвохом, но можно, в принципе, и бабочек поубивать, можно и не убивать. Это не обязательно. Вот здесь такая ловушка стоит, прикольная. С вот этим камнем. Если случайно пойдешь вниз собирать алмаза тоже, оттуда не вылезешь. Вот, кстати, вот этот уровень сложноватый. Этот реально сложный уровень. Да, вот так я и хотел, кстати. Так я и хотел. Так, давайте сначала грохаем этих тварей. Ну, а здесь другого варианта просто нет. Ай-яй-яй-яй, не так. Ну, да. Не совсем хороший вариант, но... Зато он быстрый. Есть, видите, двойные стенки разделенные. И обязательно их надо пробивать. Ой, этот уровень... Не очень не понравился. Но зато я понял, как его проходить. Или не понял. Ну, сейчас посмотрим, что я там понял. Блин. Что-то... Да, все, мясо. Я же не смогу брать его. Жесть. Опять... Опять через... Через одно место получилось. Чего ж я так туплю-то? Ой-ой-ой-ой. Вообще-вообще как-то... Ужасно. Ужасно сыграл. Просто ужасно. Ну, эту бабочку можно, кстати, убить. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. И даже получится вот эту вот... Да, освободить. Отлично. А ту получится. И ту получится. И... А вот эту не получится. Ну, это мы... Это вот так, да. Это мы вот так хлопнем. О! Перфект. Вот именно, конкретно, ребят, в этой версии Болдердаша... Здесь такой рандом присутствует. Скажем так, чаще, чем в оригиналке. Ммм? Ну, и здесь, в общем-то, ничего сложного я не вижу пока. Ммм. Тко- Unreal. Ну, я до сражаюсь. Кажется, если... Ммм. Садитесь, будь-ю. т вот что такое к потому что такие силы Продолжение следует... 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 Это фактически повезло. Причем так даже неплохо получилось у меня. Странно. А, здесь тоже неоднозначно как проходить, но я уже сообразил. И вот этот алмаз сюда-сюда. Тогда проблем нету. Да, вот так вот. Тоже не важно. Потому что вот этот камень тоже наверх не поднимешь. Нереально. Ну, он просто пойдет влево. Смотрите, он вот сейчас влево свалится. А, вправо свал... Не понял. А почему он вправо свалился? Он же должен был влево свалиться. Так, по-моему, я сам себе усложнил жизнь. Странно. Вообще он должен был влево сваливаться. Почему-то он вправо пошел. И непонятный алгоритм тут... А вот здесь тоже, ребята, довольно сложный уровень. И, насколько я понял, лучше... Надо, чтобы одна выжила. Так. И чтобы вторая выжила. Есть. Отлично. Так. Что-то я тут, по-моему, перемудрил. Ой-ой-ой. Да, ребят, что-то перемудрил тут. Ну, можно так, конечно, да. А как бы мне этих двух бабочек теперь наверху вытащить? Может, такая и была задумка обоих вытаскивать? Знаете, по-моему, ребят, такая задумка и была, да. Смотрите. Этих обоих туда. И чё-то я тут уже... Наломал дров опять. Блин, это... Как я его прошел? И, ребят, за это мегалайк. Ну, это же был вообще непроходимый вариант. Там же невозможно было пройти. Блин. Это, ребят, скилл. Так. Ну, это однозначно вот так. И вот это... Вот это не совсем у меня хорошо получилось. Придется вот так сделать. Так. Как-то вот так. Ой, это ещё какая-то хрень у меня. Чё-то я ещё вообще сделал какую-то ерунду. А, ну, можно вот так ещё попробовать сейчас. Снимать. Да, вот так можно. Точно. Блин, этот уровень реально на логику. Охренеть. Вот этот уровень действительно офигенный. Просто, просто интересно играть. А, здесь... Я здесь уже, да, сообразил чё. Иии, всё, мясо. Умирай. Кто не в курсе... Умирать клавишей КТ. Умирает он, ребят, клавишей КТ. А здесь тоже с подвохом прикол, смотрите. Здесь вот так надо делать. Такая ловушечка странная. Случайно камень обранишь на позицию ниже, и всё уже не пройдёшь пирамидку. Действительно интересная версия. Что-то новое. Фактически все уровни... 90% без повторов, с оригиналкой. ... ... ... ... ... ... А, видите, написано 70, это уровень 70, еще осталось 5 уровней пройти. Знаете, что я сделаю? Да, лучше так, потому что слишком быстро, чтобы валить ее. Ох, тоже, кстати, вот это тоже офигенный уровень, мне он очень понравился. Еще мины так недостаточно ходят. Красота! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а я и и и и а я и и и так но И что теперь делать-то? а а м м м а м м м Охренеть, жесть. Блин, тяжелый уровень. Интересно, ребят, вот на сложных уровнях надо думать. Оно и на скорость, и на логику одновременно получается. Тоже прикольный уровень. О, вот это жесть, ребят, это жесть. Да, здесь лучше просто запереть их, и все, пускай они там себе бегают. Они не мешают. Ну, все, там. Так вот, закрыть даже. О, вообще, наилучший вариант, по-моему. Был подобного уровня в оригиналке, но там были поменьше вот эти пирамидки. Он больше смахивает на версию Boulder Dash 2 для Atari. Там тоже были три таких огромных, вот этих контейнеров, закрытых со стенками. Это уровень B был, Boulder Dash 2. Ой, блин, Ски, ну, чуть-чуть кнопку передавил, случайно. Это что ж такое, просто случайно кнопку передавил. Ведь игра не прощает ошибки. Да, так еще просто довольно сильно потормаживает, поэтому ничего такого удивительного. Можно, в принципе, вот так проходить, без заморочек. Ну, это, конечно, дольше будет. Ну, давайте, ладно, давайте таким способом. Зато без заморочек будет. Ну, не могу я, слишком будет, слишком долго. Да что... Да почему ты... Ладно, все. Тупизм. Тупизм тут. Что-то какой-то тупизм у меня получается. Не знаю, почему-то у меня кнопка пережимается. По неизвестной причине. Ну, да, здесь просто видите, ребята, огромное число объектов для прорисовки. Именно тормозит не на количестве стенок, а на количестве предметов, которые должны перемещаться. То есть, стенки, они мертвые, и на них не тормозит. Именно на камнях, особенно если не падающие. странно что он так и странно ли что потом в том же самом месте ну так забаговала и на кнопках перри пережала чем не почему-то два раза подряд но вот да нудноватый уровень нудноватый хотя знаете по моему способ должен быстрее чем ковыряться в алмазах по два если брать с риском по моему да это даже быстрее получается мне так кажется почему то так 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 это пошустрее пошло. Неужели? А вот, ребят, то, что я ему вначале сказал. Обратите внимание, вот этот уровень я написал полностью с нуля. И что-то я тут, по-моему, даже перестарался немного. То, что я помню однозначно, вот эти бабочки справа, четыре штуки, они очень хитро валятся. Я специально делал такой вариант, ребят. Сейчас я покажу. Ну, не получилось. Как я задумывал. Ну, более-менее что-то получилось. Почему-то вот этих не завалило. Странно, это не хорошо. Это не есть хорошо. Что-то я тут, по-моему, со сложностью реально перемудрил. Если тех откроют, тогда меня эти завалят. А, она сдохла. Тоже неплохо. Так, и эту мы тогда заманим... Сюда мы... Да. Ну, нормально. Пока нормально. А... Я, ребят, специально постарался сделать последний уровень очень сложным. Как бы его только самому против. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Перестарался. Короче, вот этих бабочек надо валить в первую очередь желательно. Ох ты! Смотри, как получилось у меня. Прям раз чудесно. Ну да, так и предполагалось, что вот эти бабочки должны вверху валиться. Ну, я, ребят, писал уже в таком анабиозном состоянии полусонном, поэтому я не помню, что я там пытался. Ну, тоже неплохо. Сойдёт. Сойдёт. Или не сойдёт. Ум. Жесть, тут главное развернуться негде, здесь специально так сделано, чтобы невозможно было какие-то обходные пути сделать, хотя вроде сейчас пройти более-менее реально, да, сейчас пройти реально этот уровень не даже мы его пройдем, ребят Жесть, жесть, согласитесь, ребят, согласитесь, уровень офигенный последний, я думаю Алексей точно оценит вот реально негде развернуться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже будет с моим рекордом, кстати Ну, проверим Все, ребят, файл сохранился Аж вылезло Вот такое прохождение, ребят Если вам понравилось, обязательно, ребят Пишите комментарии, что вы думаете Поддержите канал Ну, для желающих поддержать, ребят, монеткой Ссылочки будут в описании За всегда это Я вам ничего не обещаю за это, но Вам будет большое спасибо До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok